Привет! Представьте, что мы с вами находимся вот в этой вот точке, а температура на улице минус 15 градусов Цельсия. Но это так, чисто для стимула. Амбиции у нас с вами на сегодня немного, и с точки А хотим попасть в точку Б. Избитый сюжет, но не спешите выключать, тут есть над чем подумать. Самый короткий путь может оказаться далеко не самым быстрым, так что я нарисую здесь окольную дорожку на всякий случай. И сейчас объясню, почему вообще она актуальна. Дело в том, что вот здесь у нас с вами находится чистая протоптанная дорожка, кабы, которая так и тянет бежать со скоростью 2 метра в секунду. А все остальное – это поле, снега по колено, и 1 метр в секунду – это максимум наших скоростных возможностей. Катеты изображенного треугольника 30 метров и 40 метров. Ну и, собственно, задача – за какое наименьшее время мы можем добраться из точки А в точку Б. Учтите, что по полю мы можем двигаться в любом направлении, никто не навязывает гипотенузу или катет. Так что попробуйте найти оптимальный путь, и да поможет вам в этом математика, а не интуиция. Итак, кликните паузу, подумайте, а уж затем смотрите разбор. Если готовы, то поехали! Первое, что мы сделаем, по совету моего зарубежного коллеги, переобозначим вершины. Мы будем двигаться из точки W в точку D, в которую у нас припрятан снегокат. Возможно, кому-то это придаст оптимизма. Заметьте, что двигаясь по катетам, нам потребовалось бы 30 секунд на отрезок WI, а затем еще 20 секунд на отрезок ID. То есть всего 50, не так ли? Ровно столько же времени понадобится на беготню по отрезку WD, ибо он равен 50 метрам. Так еще и все ботинки будут снегу на выходе. А есть ли между ними какая-нибудь золотая середина, такая точка L на дороге, что в x метрах к западу от I? Математически строгое решение здесь могло начинаться приблизительно вот так. А докажем, что если мы хотим прибежать к снегокату, то от снегоката бежать не надо. Но на все подобного рода идеи я приведу лишь одно свойство. Длина отрезка всегда будет короче длины ломаной, соединяющей концы этого отрезка. Это очень простое и понятное свойство, которое здесь актуально как никогда. И если пока что все понятно, то давайте попробуем записать время, которое потребуется на путь WLD. Длину отрезка WL, найденную по тереме Пифагора, делим на 1 метр в секунду, а затем прибавим частное, длины отрезка DL и скорости 2 метра в секунду, с которой можно по нему двигаться. Чуть-чуть преобразуем нашу функцию, зависящую от положения точки L, не забудем, что аргумент x принимает значение от 0 до 40, и найдем производную нашей функции. 1 делить на 2 корня из x в квадрате плюс 900 под корнем был сложный аргумент, так что домножим нашу дробь еще на 2x и из этого дела вычтем одну вторую. Для удобства советую привести все к общему знаменателю, ибо дальше нам предстоит определять знаки производной. На числовой прямой отметим отрезок от 0 до 40, а затем посмотрим на нашу дробь. Знаменатель здесь никогда не 0, он всегда положителен, а вот какие нолики прячутся в числителе, еще только предстоит найти. Для этого решим соответствующее уравнение. Поскольку в его левой части что-то неотрицательное и вправо неотрицательное, смело возводим в квадрат, такое преобразование будет равносильным. Как итог, получим x, равный плюс-минус 10 корням из 3, но с учетом ограничений возьмем именно положительный корень. Отмечаем его на числовой прямой, а затем по-честному определяем знаки производной. Берем конкретное значение из промежутка, например, единичку, и подставляем в производную. Получаем знак минус. А если взять число 20 или 30, например, то получим знак плюс. То есть можно смело сказать, что 10 корней из 3 — это точка минимума функции. И для получения ответа, того самого наименьшего времени, необходимого на дорогу, нужно подставить значение 10 корней из 3 в исходную функцию t от x. Получим 20 плюс 15 корней из 3 секунд, что приблизительно 46 секунд. Если вы не испытали при этом катарсис, то давайте скажем, что это меньше 46 секунд. Сейчас-то звучит убедительный, но ответ получен, задача решена, и все, кто ее одолел, возможно, когда-нибудь смогут сэкономить 4 секунды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова